Веган Христолюб Давайте сначала я вам просто зачитаю эти цитаты, на основе которых мы будем разбирать сегодня этот вопрос, а потом мы возьмем большой контекст и посмотрим, что там конкретно в Евангелиях нам изображается. Матфея 10,34 Не думайте, что я пришел принести мир на землю, говорит Иисус. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И Лука 12,51 Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Смотря на то, что Иисус тут не перечислил все родство человеческое, да, ну там, зяти, тести, там кого только нету, мы понимаем общий смысл, да. Ну, с вами мы сейчас обратимся к непосредственно к большому контексту этих вырванных стихов, но прежде всего я все хочу порекомендовать и отправить, дать отсылку к моему каналу Христолюб, Веган, Библии и Иные Писания, чтение Библии и Иных Писаний, здесь вы найдете всю Библию, записанную мной целиком, прочтение и комментарии мои, здесь и Ветхий, и Новый Завет, в частности, вы найдете и Евангелие от Матфея, о котором мы сегодня будем говорить, и Евангелие от Луки, все вы здесь найдете. Но мои проповеди немножко в свободе слова, как видите, отличаются, мы делаем концентрацию на конкретных стихах порой и даем большое такое обоснование, большой такой взгляд на все эти эпизоды. Да, конечно же, когда я читаю последовательно, я столь скрупулезно не разбираю, в этом небольшая разница между моими проповедями, посвященными конкретной, в свободе слов, как я их называю, конкретных темам и последовательно прочтение Библии. Там, конечно, невозможно все стихи разбирать, прям каждым. Ну, там я стараюсь, конечно, дать краткий комментарий, но не такие основательные. Ну, и давайте с вами читать. И прежде всего, чтобы прочесть 10, как мы с вами уже узнали, 10 главу Евангелия от Матфея, 3, 4 стих, начнем с вами даже с 9 главы, с 9 главы, с 35 стиха, с конца. Я, может быть, как вы уже, может быть, привыкли, кто меня давно смотрит, кто нет, узнает сегодня об этом. Да, что-то я буду, может быть, проглатывать так, конечно, с надеждой на то, что те люди, кто меня слушают или читали Евангелие, хотя бы, может быть, поимеют желание прочитать его после. Поэтому что-то я, может быть, буду опускать, считая немножко, что это можно ради чисто краткости видео, потому что мои видео и так всегда очень полнометражные, как, да, есть кино полнометражное, короткометражное. Вот мои проповеди всегда полнометражные, поэтому я стараюсь хоть что-то сокращать, вот, но все равно мы сегодня прочитаем большой кусок. Я всегда показываю большие контексты, конечно же, самый большой контекст – это сама истина, поменьше – это бытие, еще поменьше – можно до Библии. В чем мы рассматриваем? Любой вопрос жизни, любую мысль свою мы рассматриваем в призме, в контексте истины, это большой контекст, да. Потом поменьше – это все бытие, здесь все включает, и все твои знания, и опыт жизни, и советы, и чьи-то, кого ты смотришь, внешняя информация, в частности, это, возьмем Библию, в меньшей частности, Новый Завет, еще и в меньшей частности, Евангелие. И вот так, сужая, сужая, мы с вами рассматриваем любой вопрос. Ну и вот мы почитаем с вами с 9 стиха. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Это я так, тоже маленькое предисловие, захватили предыдущий месяц, что я всегда так делал, чтобы вы видели, что переход всегда есть от какого-то… Есть крупные события в Евангелии, у меня обычно они разделены даже, все тексты вы найдете на моем авторском христианском сайте «христолюб.ру» или «христолюб.рф», вот у вас на экране есть, как это написать правильно в поисковых системах или в адресной строке браузера. Там все у меня по-своему сделано немножко, выделены диалоги, картинками снабжено, разделены где эпизоды. Очень удобно, всем рекомендую для прочтения хотя бы раз в жизни. Я думаю, что вам это будет не без пользы, не без правильного опыта, обязательно вы его получите. Иисус, вот эти слова, которые мы сейчас скоро прочтем, 10 глава, как видите на экране, мы к ней уже подобрались, мы чуть-чуть совсем хвостик захватили, 9, да, то я уже вам заранее, вы по картинке можете догадаться, это тот эпизод, где Иисус избирает 12 так называемых учеников, да. Вот, это очень важно, кому он будет что говорить, всегда, да, это важно понимать, да, это будет большая речь опять Иисуса, да, поэтому очень важно все это. Видя толпы народа, он жалился над ними, ибо они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим Иисус, жатвы много, а делателей мало, и так молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов, имена суть такие, первый Симон, ну ладно, мы его с вами пропустим, этих 12 послал Иисус и заповедовал им, говоря. То есть, все, что мы дальше с вами будем читать, как видите на экране, я всегда все это показываю специально, чтобы вы никуда не бегали, всегда таким цветом солнца, оранжево-рыжим, да, у меня выделена речь Иисуса, либо Бога в библейских текстах Ветхого Завета, либо цитаты, когда это в Новом Завете, там в посланиях апостолов. Как видите, это все будет большая речь Иисуса. Это тоже очень важно понимать. Если вы хотите понять какое-то место, то есть, мы с вами видите, когда мы дочитываем до 11 главы, во-первых, новый эпизод начинается, и когда окончил Иисус наставлять 12 ученикам, то есть, мы видим, если вы хотите понять какое-то место, да, ну хотя бы понимайте, где начало, где конец, где речь Иисуса, какой эпизод был, это же тоже очень важно, речь-то речь, а где она была сказана, оказывается, вот он избирает 12 учеников и говорит им свои наставления, да. Такие элементарные вещи, я всегда это учу, как видите, в каждом, в каждом видео, не ленюсь, кто-то уже, наверное, устал от этого, но видео может посмотреть человек, недавно попавший на мои видео, поэтому я вынужден повторяться. И вот начинается большая речь Иисуса, заповеди, да, заповедал им, говоря, ученикам Христовым. Что же они должны делать? Я, теперь давайте все не будем читать, то есть, я вам контекст подал, вы можете сами все это прочитать, можете поставить на паузу с экрана, быстренько прочитать. Я пробегусь лишь шапочками, и мы с вами подбираемся как раз к тем стихам. Иисус что говорит? Как видите, у меня с красной строчки поделены такие, как бы, ну, какие-то главные мотивы. На путь к язычникам не ходите, вы помните, да, не берите ни обуви, ни посоха. В какой бы город селения ни вошли, наведывайтесь, кто в нем достоин, там, узнавайте, и если примут, хорошо, если нет, будет им как Содом и Гаморь, да. Вот я посылаю вас как овец среди волков, будьте мудры, как змеи, да, Дух Святой откроет вам, что говорить. То есть, вы понимаете, речь идет об учениках Христовых. Иисус им что? Учит их проповедовать, учит их вести себя в обществе, куда они будут попадать. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, и, истинно говоря, он не успеет обойти городов Израилев, да. Нет ничего тайного, что не сокровенного, что не открылось бы, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях, да. Опять Иисус наставляет учеников, так скажем, утверждает их в том, что будет и гонение, и не смущайтесь, только так входят в небесное царство, и не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, убить, а более того, бойтесь, кто может и душу тела погубить в гиене, если отречетесь от меня, там перед Отцом Небесным, и я от вас отрекусь. И что? Вот мы с вами подошли, 34 стих, как раз у меня тоже они с красной, с новой строчки, давайте их прочитаем еще раз, и чуть больше дальше, чем я вам в начале ролика озвучил. Не думайте, что я пришел в мир принести, то есть вы камву, я думаю, выяснили, если что, на паузу еще ставили, я надеюсь, и могли все этот текст прочесть, о чем говорит Иисус, подумать, поразмышлять, и мы с вами подходим к 34 стиху, о чем говорится о мече, да. Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, это он ученикам, говорит, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его. Кто любит отца или мать более нежели меня, когда читаете Иисус, Слово, ну или меня, как меня, я, если прямая речь Иисуса, читайте всегда, если хотите познать истину, читайте как истина, читайте как любовь, как свобода, как вечная жизнь. Кто любит отца или мать более нежели истину, более нежели правильную любовь, чем более чем, а любовь какая правильная, проповедовать, говорить правду людям, защищать слабых. Кто отца или мать любит более нежели меня, то есть чем поступать поистине, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, то есть что родители любят детей больше ради истины, и поступают не по правде, ради того, что они детки, а там вот это. Но мы сейчас будем об этом всем говорить. Я вам зачитаю все это, мы сейчас все в контексте посмотрим, потом я перейду к свободной речи своей, как я это обычно делаю. Поэтому здесь я сильно сейчас не буду комментировать. Еще все это я скажу. И кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Крест это гонение, поношение за правду. Это очень важно себя понимать. Сберегший душу свою, то есть жизнь свою в этой жизни, потеряет ее в будущее, благость ее потеряет, благо бытие. Жизнь-то она будет, да, только где? В аду. Кто сберегший душу свою, жизнь свою потеряет ее, а потерявший жизнь свою ради меня, ради истины, ради любви, ради добра, сбережет ее. То есть Иисус говорит вплоть, не то, что там будешь крест нести, в концовке тебя на нем распнут. То есть не просто, кто-то, конечно, тебя будет проспоносить в интернете, злословить или еще что-то, ну а кто-то тебе и гвозди в руки, в ноги повбивает. Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих, только чашу и холодной воды во имя ученика, истинно, говорю вам, не потеряет награды своей. Еще раз теперь фиксируем все, что мы с вами прочли, зафиксировали О чем идет речь, когда говорит Иисус Иисус говорит со своими учениками О чем он говорит, куда он их посылает Он их первый, он их посылает Он говорит о том, что ученики Христовые это проповедники Все Избрание 12 лишь говорит о том, что эти люди действительно настоящие ученики Потому что много кто назывался учеником Христа Мы видим, они то в один момент отпадали, то в другой момент отпадали Но Иисус изырел сердца человеческие, хотя там Иуда их в числе оказался Бог призывает, эти люди согласились Речь Иисуса направлена к кому? К ученикам, которые должны проповедовать И мы замечаем, что вот эти речи Иисуса О том, что даже ты будешь в доме со своем разделяться Со своей матерью, отцом, детьми своим То потому, почему? Потому что ты будешь жить и говорить Жить по правде и говорить правду Благовествовать истину Я думаю, что контекст для вас теперь очевиден И давайте посмотрим на Евангелие от Луки Тоже стихи эти разделения, они самые последние в этой главе Как вы с вами опять можете убедиться Давайте даже я сначала первые стихи прочту Между тем, как собрались тысячи народа Так что теснили друг друга Иисус начал говорить сперва ученикам своим То есть речь его как бы обращена опять к его ученикам Кто называет всех христианином, тот есть ученик Иисус Как вы на экране можете убедиться Дальше вся 12 глава Это практически прямая речь Иисуса Ну там вот кое-что Петр спросит А так, как видите, рыженьким Прежде чем мы с вами доберемся до 51 стихов И сказал же он потом народу То есть мы видим, что большая речь Иисуса направлена куда? В уши своих учеников Давайте опять так же быстренько по абзацам прибежимся Пока не дойдем до конца Берегитесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие Нет ничего сокровенного То есть замечаете, похожие вещи Но мы с вами увидим, что немножко и по-разному Ну или Евангелие дополняет друг другу И возможно все это было немножко в разные времена Потому что вы сказали в темноте Кто слышит на кровле мы с вами уже все это Не бойтесь, кто будет убивать вашу жизнь Он может вернуть в гиену Все, мы с вами похожи абзац То, что читали Здесь мы видим, что некто из народа сказал Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство Иисус же сказал тому человеку Кто поставил меня судить или делить вас Иисус рассказывает притчу о Кто знает, о богатом человеке При этом сказал им Иисус Смотрите, берегитесь любо стяжания Боженый человек не зависит от изобилия его имения И рассказывает притчу про Есть благоразумный разбойник Понятие евангельское Тот бандит, который раскаялся Вися по одной из рук Иисуса Христа на кресте А есть наоборот глупый богач Или нерадивый богач Есть разные цитаты, как его называют Безумный богач Разные там вещи Ну, в общем-то, как сам Иисус сказал Безумный в эту ночь душу твою вырвут из тебя Кому же достается то, что ты все это разбогател Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя А не в бога богатеть Что значит богатеть в бога? Быть богатым богу Это значит быть исполненным любви Потому что бог есть любовь Быть богатым Быть от бога Это быть любвеобильным В бога богатеть Значит любить, а любить невозможно, если ты не творишь добрые дела И сказал ученикам своим То есть мы видим, да, его отвлекли Что-то спросили Но Иисус снова возвращает свою речь к ученикам своим Потому говорю вам Не заботьтесь для души вашей Что вам есть, не для тела вашего, а что одеться Душа не больше пищи Прежде щите царствия Божьего Я перепрыгиваю большими кусочками Я вам, правда, вот так могу показывать Прежде царствия Божьего приложится вам Небось и малая стада Ибо Отец вам благоволил дать вам царство Продавайте имение ваше Давайте милостыню Будьте же и вы готовы Который час не думаете Придет сын человеческий Тогда сказал ему Петр Господи К нам ли говоришь эту притчу Или ко всем Господь же сказал Кто верный и благоразумный домоправитель Который господин поставил над своими слугами Раздавать им в свое время меру хлеба О ком идет мера хлеба Не хлебом единым жив человек Здесь Иисус уже прямо опять Да в принципе он с самого начала мы видим Его немножко отвлекают Мы видим Люди какие-то вопросы задают сам Петр задает Да Вот Но Иисус возвращается о том О чем он хотел вообще говорить своим ученикам Прежде всего говорит Не зря началась эта глава Если вы не заметили Берегитесь закваски фарисейской Которой с лицемерием И речь идет об учении Вы помните в другом месте Где они там в лодке забыли хлебы Да Иисус им прямо сказал Что закваска хлебная Есть учение Лицемерие Фарисейское То есть внешняя набожность Внешняя праведность Да там Иисус даже там Растолковывает свои слова Притчные Опять им немножко в притче говорит Да Потому что даже фарисей по сути Уже Надо понимать что это значит Да Фарисей значит внешняя праведность Саддукейское Это неверящее в бессмертие Я помню Саддукеи не принимали Бессмертие человека Да То есть закваска Саддукейское Это отрицание там Вечной жизни Вот И иродиатское Это закваска Потому что это партия Ирода Партия власти Была Это закваска Властолюбие Да Вот Все это учение власти Да Кто при власти Тот и там В царстве небесном Повыше будет Да Это всегда То есть мы видим с вами К чему и речь идет о проповеди Об учении И самому восприятию От учения И передавание этого учения Другим Да Вот Ищите прежде Продавайте имение Давайте милостыню И тут Да Мы с вами к Петру подобрались Кто верный блажен Добровитель То есть кто такой О ком Да Иисус говорит Притчу-то эту Кто этот богач В принципе в этой притче Иисус Петру Толкует Это есть человек То есть добрый Который должен что Проповедовать Словом и делом Да И там Потому что он собирал Даже в житницу свою Подразумевается очень часто Что мы О чем мы сейчас будем Еще в дальнейшем В свободе слова Буду говорить Что действительно Богач Знаете Мы Я вот С кем общаюсь Сколько людей Так знаю Сколько меня слушают Мы вот знаете В себя правда Богатеем Вот этими Вот этот богач Вот эта житница Вы же поймите Это человек Который все знает Все читает Все слушает блогеров В христианстве О жадности Что хлеб А мне не избрал Я не чувствую избранности А ты никогда не почувствуешь Верному И благоразумному Домправитель Наоборот Раб же тот Который скажет Сердце Не скоро Придет господин Начнет бить Слух Ну здесь О плохих пастырях О плохих проповедниках О плохих учителях Речь идет А Ну именно в этом Обзаце Так скажем Именно в этой речи Что Иисус и говорит Что Ну понятно Что тот кто Раб же тот Который знал Волю господина То есть христиане И не был готов И не делал по воле Убить будет много А который не знал И сделал достойное наказание Бить будет меньше Но все равно Будет бить Да И от всякому кому Кому Дано много Это кому Это христианам Познание истины Евангелие Дух Святой Много и потребуется И кому много верено А это именно христианам Как видите Притча о богаче Богаче Она здесь В таком большом контексте Сегодня тоже Очень интересно раскрывается Обычно ее рассматривают Только как Ну материальная такая Материалистическая притча Просто о богатствах земных Да Вот О том что человек Все в себе Но мы видим с вами Если мы сегодня Духом размышляем И видим как Иисус Это тоже Огромная Речь именно об этом говорит Что речь идет Не только о материальных Богатствах Да Огонь И опять Я думаю Знаменитая фраза Иисуса Да Огонь пришел я Низвести на землю И как же Желал бы я Чтобы он уже Возгорелся О каком огне Здесь речь идет Огне человеческой любви Любви Делиться с людьми Истинной Истинной О том что человек Ты вечен Ты свободен И ты любовь Именно любя Ты обретаешь Полноту блага бытия Ну естественно Потому что ты вечен Ты бессмертен Да И любя Ты становишься счастливым Естественно Выбирать Любить или не любить Ты остаешься свободным Но от твоего выбора Зависит твое же благополучие Благу бытия Жизнь-то вечная Всем дана И тебе И грешнику И праведнику Кем будешь ты В этой вечной жизни Все зависит от тебя Избери любовь Изберешь Благу бытия Счастливую жизнь Будешь в ней пребывать Об этом Огне Иисус говорил Крещением должен я Креститься И как я тамлюсь Пока это совершится О каком крещении Иисус говорит Он же крестился Уже от Ана Крестителя Речь идет О крещении Каком Крестном Огненном Это крещение На будучи Не просто Когда ты несешь Этот крест Ты уже конечно Потихоньку крестишься Окончательное Так называемое Крещение По сути Совершенство В любви В святости Достигается Когда тебя За любовь За добро За истину Что делают Убивают И крещением Должны Иисус этим креститься И как я тамлюсь Пока это Совершится Помните Иисус скажет На кресте Вися На распятие Свершилось Вот И до тех пор Он томится Потому что Жизнь этот ад Среди грешников Тут бродишь Пытаешься им Об истине Говорить Им ничего не надо И дальше И дальше Мы с вами Добрались До тех стихов О которых Сегодня и говорим Думаете ли вы Что я пришел Дать мир земле Нет Говорю вам Но разделение Ибо отныне Пятер в одном доме Станут разделяться Трое против двух И двое против трех То есть Мы видим С вами В принципе Сначала Тоже идет Общее Разделение Не говорится О доме Но заканчивается Иисус всегда Что это даже Коснется домашних То есть Людей Родственников Близких И двое Будет против трех И трое Против двух Отец Будет против сына И сын Против отца Мать Против дочери И дочь Против матери Свекровь Против невестки Своей И невестка Против свекрови Своей И сказал Же И народу Иисус Когда вы Видите Облако Поднимающееся Запада Тот час Говорите Дождь Будет И бывает Так И когда Дует Южный Ветер Говорите Зной Будет И бывает Лицемеры Лицо Земли Судить Чему Должно Быть Когда Ты Идешь С соперником Своим К начальству То на дороге Постарайся Освободиться От него Чтобы он Не привел Тебя К судье А судья Не отдал Тебя Истязателю Остязатель Не вверх Тебя В темницу Сказываю Тебе Не выйдешь Оттуда Пока Не отдашь До последней И последней Копейки Здесь уже Речь Иисуса К народу Я просто Вам дочитал Чтобы увидели Что заканчивается Эпизод Немножко В это время Пришли Некоторые Рассказали Ему О галияных Которых Кровь Пила Смешал С жертвами Их Немножко Переходит В другое Русло Контекст Но я Вам зачитал Все А по сути Мы видим Как речь К ученикам Именно Закончилась Вот этими Фразами Вот такие Вот Весь Контекст Этих Цитат О чем Сегодня Мы с вами Будем Говорить Из этих Мест Из этого Вообще Эпизодов И речи Иисуса Делают Или совершаются Осознанно Или неосознанно Две ошибки Две ужасные Две ужасных Лживых Дьявольских Сатанинских Бесноватых Злых Мировоззрения Выводят И учения Первое Это какое Возьмем По плоти Человек Видим Мир у нас Видимый И невидимый Да Вы знаете Об этом Постоянно Говорю Возьмем Первый Видимый Мир Первое искажение Извращение Учения Иисуса Это о том Что Иисус Говорил Прямо О реальном Мече Может быть Кто-то Меня Слушает И скажет Да нет Я вроде Такой И вообще Надо ли До такого Додуматься Даже Даже Сегодня Кто со мной Вместе Прочитал В принципе Практически Все Ставя на паузу Вы могли Все что я даже пропускаю Прочитать Поразмышлять Неужели у кого-нибудь У нормального Здорового Человека Возникнет Хотя бы Какое-то даже Ощущение Какая-нибудь Такая мысль Закрадется В бестолковую голову Получается Что Иисус Говорил Прямо О каком-то Мече О самом Настоящем Мече Котором Можно По плоти Рубить Уничтожать Человека Руки Ноги Голову И прочие вещи Но Такое возникает У вас на экране Таких полных Полно Постеров В интернете Не мир Но меч Встань за веру Ну тут Православную нету Езди Православную Русская земля Или китайская Японская Вы знаете Этого говна Везде навало Вот это вот Мировозрение Когда опираются На слова еще Иисуса Вы же видите На постере Их принесли Написали Приплели сюда И просто Встань за веру Православную Русская земля Нет По сути Процитировали Ну здесь нету Прямо Как это любят делать Там стих Там Евангелие Такой стих Глава такая Стих такой Или там Хотя бы Иисус обычно Можно так говорить Цитирует Иисус И говорит Иисус там Да Сказал Нет Но мы видим Что не мир Но меч Да То есть мы с вами Прочитали Знаем откуда Пожалуйста Люди доходят До такого сумасшествия До такой дури Что слова Бога любви Пришедшего на землю Воплотившись Который учил Доброте и любви Да Извращают до того Что Берут себя на вооружение Кто Вы знаете У меня В принципе На канале Есть два плейлиста Любви к врагам Я их даже поделил На два Потому что Есть извращенные Учения Якобы О разном отношении Любви к врагам Своим личным Поэтому я отдельный Плейлист сделал Для опровержения Этих лживых учений Ну а второй Я назвал Любовь к врагам Церкви Народа Отечества Ну Лживость Государства Лживость Учения Любви к врагам Своим И Любви к врагам Церкви Народа Отечества В принципе Одно Заблуждение Я всегда его кратко Озвучиваю Ничего сложного Ну в роликах Понятно Все подробнее Все это Всегда разжевываю Извращение в том Что якобы Да Но это если меня лично Там Оскорбили Удали Может даже убивают Я там не мщу Не противлюсь Все Я вот как Христос Поступаю Готов отдать На распятие Но Если на моем пути Появляется Враг Церкви Мои секты Да Православной Католической Протестантской И там Еженесем числа Да Или враг Это государство Или отечество Моего Или народа Моего Его надо Уничтожить О всех этих Заблуждениях Я рассказываю Это конечно же Бред Это деление Человеческие Это предание Бредание Блевотина И заповеди Как Иисус говорил Человеческие Они ничего общего С истиной не имеет Иисус учил Любви Ко всему Ко всему Враг Это твой Или отечество Отечество Твое Это все ерунда Это все бредни Человеческие Да Или враг Моей семьи То есть там Жены Мужа Детей Кто-то там Родители Кто-то на них Наезжает Все Я должен Тому Оторвать башку Якобы Из любви К своему мужу Жене Там Да Другу И так далее Это же бред Это все Все идет Оттуда Откуда Говорил Иисус Это прямое Неисполнение Заповеди Иисуса Евангелие Человек не имеет Права Называться Человеческим Христом Это жизнь По ветхому Совету По общечеловеческим Заповедям Как Иисус Дал комву Всему ветхому Завету Дал определение Вам сказано Люби ближнего И ненавидь Врага своего А я Говорю вам Любите Врагов Враг Твоего Государства Получается Твой враг Все это деление Это все бредни Все эти Все эти Извращения Все эти Лукавые Вот эти Вот Такие Вот Хитросплетенные Да Басни Это все Не от Бога Враг Твоего Государства Это и так Твой враг Понятно Враг Твоей семьи Вернее Должно быть Понятно Речь не идет Что только тебя Прессуют Прессуют Твоего Родственника Прессуют Тебя Да И вот именно Ты должен Проявить к нему Любовь Ты должен Защитить Родственника Да Каким образом Грудью Или спиной Без оружия В руках Это очень важно Понимать Об этом Я всегда Говорю Так делал Иисус Вот Ну и доходит Это мы видим С вами До чего Встали Россия Ну я Вы знаете Как русскоговорящие Я еще Рашист Всех А всех Мастей И видов Обличаю В том числе Религиозных Да В истории Всем известны Эти крестовые Походы Только самые известные Такие вещи Поэтому сюда Вот чем все Это заканчивается Вот эти вот Лживые учения Встань Россия За веру Православную Встань Рим За веру Византийскую Греческую Христианскую Ортодоксальную Вот И все Чем это заканчивается Вот такими вот вещами Вот Имеет это что-нибудь Общее с Иисусом Нет Вообще Близко даже Не лежит Пожалуйста Ну тут картинки Я не нашел В принципе Просто те же самые Там Католики Когда инквизицию Устраивали Они вроде там Мечом никого не рубили Гильотины Тоже У них как раз Такой Правильный фетиш Был Правильный Понимать Я в кавычках Говорю Да Они же В гиену огненную Еретиков Посылают Они их уже здесь Сжигали Чтобы они почувствовали Пламень Огненный Да Гиены В которой им гореть Там за ереси За все что на свете Да Вот чем это заканчивается Не мир Но меч Не важно Огонь Я пришел Не извести Мы с вами сегодня читали Да Как я хотел бы Чтобы он возгорелся Вот мы не зря С вами сегодня почитали Ну наверное Вот католики Все правильно Иисус поняли Кстати Никоновцы Современные Православные Московского патриархата Как они там любят Или еще какого-то Да Очень точно так же Поступали со старобрядцами Да Тоже Тоже огонь Христов Не заводили На Те храмы В которых запирали Старобрядцев И сжигали По несколько тысяч человек Да В жертву своему богу Дьяволу Но якобы В жертву Иисус Христу Вот Ну вот они Огонь не заводили Да Что разделение Они еретики А мы вот тут правильные Все там это вот было Вот к чему Все это приводит Об этом вообще Стоит ли еще говорить Мне кажется Я достаточно сказал Дал вам Презентацию Отсылку Как я уже сказал К моему В принципе Канал-то Вы это видео смотрите На моем канале Христалю пропоти У пьющего в пустыне вегана Все что касается Вот этого Патриотизма Любви к врагам Народа Отечества Государства Там Да И Всего вот этих Всех вещей Патриотизма Нацизма Национализма Фашизма Все там есть Все найдете Как видите В связи с Последними событиями Когда рашисты Там напали На украинский народ В главе Со своим Путлером Да Тут Еще больше У меня появилось С роликов Тут все Вот это Есть Все это Найдете Вот Ну и Любви к своим Тоже личным Все там Порой у меня Даже в перемешку Иногда какие-то Даже есть Дубляжом Ролики Ну и по поводу То что Иисус Как мы видим Дело не просто Внешне Разделение Каких-то людей Не родственников У нас очень часто У нас весь мир делится На вот Свой-чужой Да Все кто не по плоти Ну по сути Может и с женой Они не кровные Родственники Но считаются Очень близкими Да Ближе некуда У нас вся любовь Всегда вот так Вот только это Люби ближнего И ненавидь врага своего Вот И поэтому конечно Второе искажение Извращение Этих фраз Цитаты Мысли Иисуса Которого он говорил Это Да Пусть тебя рубить Не будут Сжигать на косты Не будут Уничтожать Не будут Да Гнобить Не будут Там Ну я имею Додвигение Там Как говорят До самоубийства Что-нибудь такое Да Вот Но что происходит Но разделение Иисус говорит В доме То есть Иисус Приносит в дом Не мир и радость Я слышал проповедник Который укоряет Кто от христианства Продать проповедники Бывшие христиане Отваливаются Я таких слышал И начинают Тоже извращать Тоже все слова Иисуса В угоду себе Лишь бы людей Отвратить от истины Вот И приводят эти слова Иисуса Как Ну тоже Ну если у кого там Еще что-то теплое Осталось К христианству Он там просто говорит Что это может Подменили Что-нибудь подписали Там Неправильно выдали Такого Иисус Говорить не мог Вот А кто похлеще То уже отвалился От христианства Говорит Что вот Что же это за Иисус Где там Любовь Если он в дом Пришел Не мира А разделения Принести Да Иисус 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 Тоже От дьявола Я и такое слышал Это все бред Это все непонимание Истины Непонимание Евангелия Как Иисус Правильно своим ученикам Говорил Если вы этих притч не понимаете Слов моих не уразумеваете То что вы можете Вообще понять Конечно же Иисус Когда говорит Вот эти фразы Вот эту речь О том Что И заметьте Говорит это ученикам своим Ученикам своим Которых посылает На проповедь Мы явно это видим По Десятой По главе Вот Евангелия От Матфея Которые мы с вами прочитали Которых он посылает На проповедь Да Это очень важно В Этой двенадцатой главе Луки Евангелие от Луки Хоть мы не видим Что там они как бы Посылаются на проповедь Это там немножко другой Вовед У Луки Тоже как и в Матфеи Описан Но В другом месте Но тут тоже Вы видите Он как бы Не зря вот это Кто знает Знаменитая Тоже фраза Берегитесь закваски Да С нее начинается Мы видим Как бы тоже Его прежде всего Речь направлена на учеников Ученики Вот сюда проповедники Это люди Которые благовествуют истину Говорят об истине Свидетельствуют об истине Ну естественно Прежде всего жизнью Но и обязательно словом Это не раздельные вещи Ты как живешь Так и будешь говорить Это избытка сердца Ну считай как жизни Да Говорят уста Это очень важно Иисус тогда Это очень прямо сказал Блаженный чистый сердцем Бога узят Это позволяет Естественно чистую жизнь Потому что ты как мыслишь Как чувствуешь Так и живешь Вот И конечно же Иисус мы видим Прямо говорит Что если человек Правда Это очень хороший критерий И показатель Вы в истине Или нет Вы действительно Христовый Вы действительно Следуете за ним Как вы Благовествуете И какие у вас отношения С родственниками С друзьями Вот Я Тут вот Несколько Картиночек подобрал Такая у меня есть К веганству Да Типа вот Веган На нем вся родня Там пальцем тычет Возмущается Ну читай здесь Как веган Христианин Христианин и веган Это одно и то же Если ты не веган Ты не христианин Если ты элементарно Не любишь животных Если ты являешься Источником их убийства И страданий А человек Который потребляет Трупятину Убитых животных Человек Который там Носит на себе Одежду Убитых животных Там И прочие Все эти вещи Вот Это О какой О ком христианстве О ком любви Врагах Можно рассуждать И жить Если вы элементарно Убиваете Беззащитных Животных Да Эксплуатируете И так далее Прямо Или через Денежки Чужими руками Это не суть важно Еще больше На ваш грех Потому что Мните о себе Что вы праведники Вот Но не суть важно Какую картинку взять И вот по этому критерию Как у вас там Да Отношения с родственниками Когда вы Называетесь учениками Христова Родственники Друзья Как мы видим Иисус там ходит Не употребил Но подразумевался Хоть он там не перечел Все У меня кто знает Родственников практически нет Таких Да Каких-то Как говорят Кровных Я их никого не знаю Где-то там есть Потому что Да Отец с Москвы Мама с Нижнего Новгорода Да Сами мы живем в Воронеже Всю жизнь Вот И никого я никогда Практически не видел Но не суть важно Вот Иисус говорит Просто о тех Не зря Вы помните На прощальном ужине Вот И это очень важно Понимать И вот второе искажение Какое Евангельское Это речь Иисуса Его жизни О том Что вы знаете Пастыри так называемые Учителя Учителя там Христианские Учат Что мир там В семье дороже Ради там Чего-то Сейчас вот даже С этой Рашистской войной Против украинского народа Посмотрите Что тоже Ой-ой Ну там Не надо ссориться С родственниками Не надо им Ультиматумы ставить Вообще Не надо там Разрывать связи Да Ну да Пусть там Насилуют Убивают Грабят Жизнь в ад Превращают Да Экономику разваливают Ну а что Ну а ты А ты отдыхай Ешь Пей веселись Как тот богач Да Ну а ты главное С мамочкой не ссорься Ты главное С сыночком не ссорься Ну ты Сынок Дочка Трупажор Или там Да Бабушка Дедушка Ну пусть Ну что ж Пусть убивает Еще сам купи ей Да Пойди колбаски Выбери Вот это вот Это лживое Учение Сатанинские Они ничего общего С Иисусом не имеют Посмотрите на жизнь Иисуса Я всегда говорю Вот именно В контексте Вот не Действительно Не просто Вот вырвите Там стих какой-то А смотрите На все Все Евангелие Как он себя вел Ни перед кем Он не лебезил Как говорят Резал там Правду матку Да Вот это действительно В этом весь Иисус Причем это не важно Кто перед ним был Родственники Друзья Вы помните Мама в дверях Я всегда по таким Ну яркие примеры Привожу Кто знает Еще я постоянно Анонсирую Предстоит мне Большая серия О семейных отношениях Там я буду По Евангелию Все это говорить Да О всех этих вещах Не семейных К друзьям К соработникам Представляете Как Иисус Ко всем Относился Ко всем Равно В этом плане Ничего Для меня Для него Не было никаких Авторитетов Потому что он Бог Любовь Пришедший В плоти Мы все На земле В этом плане Одинаковые Мама Твоя Не мама Твоя Мама В дверях Стоит С его Братьями Сестрами Куча родственников Набежала Хотели У дурку Положить В Евангелии Всем известный Эпизод Ему приходят И говорят Вон там Тебя Хотят Выходите Там как раз Повяжут Смирительную Рубашку Народу было много Они даже Зайти не могли Протиснуться Иисус Пальчиком Оводит всех Говорит Мать мне Брат и сестра Мне Тот кто Исполняет Волю Божью Живет По любви Заповеди Мои Вот и все Мать родная В дверях Стоит Слушает Все это Что мать Ему Так Кто Любая Женщина Которая Живет В любви Ко всему Божьему Творению Вот и все Посмотри Как он С учениками Своими Общался Чуть что Отойди от меня Сатана Ну и вы Не хотите Ли отойти Хотите Город спалить Не знаете Какого вы Духа Я запрещаю Вам Это очень важно Понимать Как обличал Всех Да Это очень важно Понимать Поэтому о каком Конечно же Мире и мече Да Идет речь Первое Конечно Это вообще Это вообще Грубятина Это надо быть Абсолютно Тупым И бессердечным Человеком Чтобы Чтобы Вот это вот Учение Христа Его речи Возвести В культ Того Что можно Палкой Кому-то Насаждать Истину Да Что тебе Действительно Дает право Там кого-то За истину Рубить Убивать И прочие Все вот эти Вот вещи Сжигать Вот Второе Это духовное Понимание А вот это Как раз Действительно Только опять Речь не идет О том Что ты кого-то Да Этот мир У тебя Слово Да Теперь Как Помните В книге Откровения Когда Иисус Во второе Предшествие Будет идти Из уст Его исходит Меч Да Вот Конечно же Речь идет Не о том Что ты там Начинаешь Оскорблять Унижать Там своих Да Там ваши Родители Рашисты Это конечно Не значит Что вы их там Не знаю Педофилами Называете Да Того греха Тем грехом Которым Они не совершали Это очень важно Говорить правду Знаете Какой Ты там Кого-то Обзываешь Я никого Не обзываю Я говорю Просто Правду Да Если Путлер Убийца Значит Он Убийца Путлером Я его называю Все прекрасно Знают Это просто Определение Всем понятно Потому что Путлер Это Синонимичность Гитлером Это Описание Той Той Жизни Человек Которую Сейчас Он ведет Вот и все Это Обзывание Это когда Это не соответствует Действительно А урод А человек Не имеет Физических Увечий Чтобы так Его называть Да И нет Уродств Обычный Человек А мы В детстве Урод Урод И так далее Вот это все Или как там Мы на каждого Готов говорить Питара Да Хотя он Таким Не является Путлер Убийца Убийца Это Разве Обзывание Нет Это Констатация Факта Рашисты Убийцы Убийцы Насильники Насильники Воры Воры Мародеры Мародеры Это не обзывание Это просто правда Вот и все Поэтому Иисус Я говорю Иисус Читай Я Истина Истина Разделяет людей А разделять она Когда будет Людей Вот когда Иисус Сказал Что она Разделяет Мать С отцом Да Невестку Со свекровью Сына Мать С дочерью Вернее Сына С отцом Ну и естественно И сына с матерью И дочь С отцом И так далее И друзей Между собой Когда Когда вы рот Открываете Когда вы будете Жить соответственно И говорите об этом Вы уж простите Я прямо говорю Когда мы язык В одно место Засовываем А если сказать Прямо То в задницу Ну кто нас разделит Какая истина Нас разделит Да Мы родственникам Я говорю А он будет Животных убивать Мы будем Илыбаться ему Да Поголовки еще Погладим Сыночка своего Дочку свою Да неважно Хоть вы сами Я об этом Много раз говорил Это истину С самого начала Еще и Адам с Евой Могли покаяться Не важно Кем ты был Вчера Даже если вы Взрослый уже Познали истину В возрасте Стали веганом Христианином Ну в чем смысл Если вы Говорите Вы любите Своих детей Разве Вы по блажательствам Приведете Их в Царство Небесное Разве Будут Они там Вместе С вами Нет А вы Там будете Тоже Нет Нет Иисус сказал Кто любит Свою Эту жизненку Больше Нежели Меня Этот дискомфорт Да Если вы Дети Начнете Говорить Правду Или Родителям Да Что Убийство Животных Это грех Эксплуатация Ты должен Перестать Делать Иначе Я порву Общение Да Будет Тяжело Возможно Вы как-то От них Зависите Ну а Где Правда Вы Возлюбили Эту Жизнь Или Будущую Жизнь Вы Сами Туда Идете Говоря Правду И Неся Свой Крест Вы Понесете Поругание Это Однозначно У вас Куча Скорбей Будет Преследовать И Этот Человек Возможно Войдет Туда Тогда Вы Там Вместе Окажетесь Так Какую Вы Жизнь Возлюбили Вот Это Вот То Что Говорит Иисус То Как Он Сам Жил И Говорил Много Ли Из Христиан Следует Этому Или Познавших Истину Так Называем Людей Нет Единицы Мы Любим Эту Жизнь Мы Любим Комфорт Этой Жизни Мы Не Любим Все Что Связано С Тем Что Мы Будем Да Так Поступать По Правде Нам Ждать Пролетит Кто Готов На Жертвенную Любовь А Ведь Все Это Ради Людей Ты Когда Говоришь Сяку Правду Тем Более Я Люблю Свою Сыночку Дочку Там Родители Если Вы Любили Как Раз Вы Говорили Правду Твердо Прямо Никто Не Видит Что Надо Оскорблять Орать Оскорблять Я Уже Ты Еще раз Сказал Еще Рас Скажу Это Когда Назваешься Не Тем Когда Я Своему Папе Говорю Что Ты Убийца Это Не Оскорбление Это Не Обзывание Он Так И Я Им Прямо Говорю Он Соглашается Через Некоторое Время Конечно Никому Сначала Никто Не Соглашается Я Нет Нет Мои Ручки Чистые Ну Ты Платишь За Это Ну И Что Он Убивает Ну Что Я Когда Человек Убивает То Заказчик И И И По Одной Статье Идут В Любом Законодательстве Практически Любой Страны Наемные Убийца И Заказчик Идут По Одной Статье Сроки Даже Одинаковые Там Плюс Минус Год Получает А Идут По Одной Статье И Сидят Один И Тот Срок Какая Ранец Платишь Ну Это К Людям Применили Потому Что Люди Человек Настолько На Дно Ада Свалилось Что Уже Животные Беззащитные Для Них Ничего Ноль Просто Сырье Да С Людьми То Само Опять Военные Убийцы Убийцы Чистой Воды Наемные Убийцы Папа Мой Военный Абсолютно Наемник Убийца Ну Сейчас На Пенсии Какая Разница Разве Я Обижаю Его Или Оскорбляю Нет Просто Говорю Правду Вот И Все Так Что Вот Так Вот Поэтому Кто Хочет Принять Слова Кто Хочет Их Ревизовать В своей Жизни И Кто Понимает Что Это Как Раз Любовь По Другому Не Привести Человека С ней Говорит Ему Вправду Меня Точно Так Обличало Обличали Речи Иисуса Обличал Бог Обличали Все Эти Весь Этот Контент Типа Земляне Там Если Возьмем Веганство Да Я Принимал Эти Обличения И Менял Свою Жизнь И Когда Ты Меняешь Потом Для Тебя Это Не Обличение Для Тебя Это Не Злит Ты Наоборот Станешь По Другую Сторону Света По Другую Сторону Точнее Серые Грани Разграничения Линии Между Тьмой И Светом И Все Для Тебя Теперь Это То Что Вчера Тебе Действительно Как сказано Что Бог Огонь Поедающий И Бог Действительно Солому Сжигает А Золото Очищает Казалось Один И тот Ж Огонь Но Для Соломы Это Смерть А Для Золото Это Очищение Еще Лучше Да Вот Так И Здесь Тоже Вы Встаньте На Сторону Света И Вам Все Это Будет В Благодать Да А На Сторон Тьме Конечно Все Это Будет Да Конечно Вас Обличают Вы Там Слышите Там Слышите Вам Это Неприятно А Вы Встаньте На Сторон Света Во-первых Вы В свой Адрес Это Не Будете Слышать Во-вторых Вы Сами Об Этому Заговорить И Кто Будет Говорить Это Другим Вы Будет Присоединяться Потому Что Да И Радость Вас Будет Уж Вот Еще Так Есть Просто На стороне Тьмы Вас Это Обжигает Вы Встаньте На Сторон Света И Все Вот Так Вот Так Что Очень Важно Конечно Я Еще Об Этому Буду Много Говорить Сегодня В принципе Этот ролик По сути В связи С современными Событиями На 18 июня 2022 года Уже Больше Трех Месяцев Идет Рашистская Агрессия Против Украинского Народа Война Со Всеми Вытекающими Поэтому Я этот Эпизод Взял Про Семью Я еще Буду Говорить Про Это Будем Еще Раз Слова Иисуса Вспоминать Но Сегодня Вот Их Тоже Вспомнили Первое По Плоти Можно Что-то С человеком Делать Взяв Меч В руку Ну А второе Под ухом Наоборот Что можно Ничего Не делать Да Язык Прикусить Если вам Хорошо В задницу Не нравится Засунуть Ну Прикусить Хотя Я люблю Контраст Чтобы было Понятно Вот Именно Опять Обидно А почему Обидно Потому что Вы его Туда Засунули Если бы Это вас Не касалось Вам Не были Обидны Мои слова Знаете Почему Обидно Все Очень Легко И понятно Почему Обидно Это Слушать Кому Просто Слово Не нравится Слушать Слово Задницы Такое Слово Как Любое Другое Просто Часть Нашего Тела Никому Нет Никакого Дела До Истины Никто Не готов Ее Благоествовать Никто Не готов За нее Страдать Единицы Людей На Планете Благодаря Которым Она Вообще Еще Не Сгорела Все Остальные Что Я Уже Несколько Рассказал Могу Топ Повториться Живут Вот Именно В таком Положении С Языком В одном Месте Все Поэтому Иисус Хотел Бо Чтобы Вот Этот Огонь Пусть Он Разделяющий На Время Этот Меч Видите Иисус Разные Понятия Сразу В одной Речи Сказал И Меч И Огонь Меч Не может Взгореть Поэтому Тут Другими Фразами Хотел Бо Он Этот Огонь Извести Этот Меч Который Разделяет Этот Огонь Который Будет Разделять И Чтобы Он Возгорелся И Горел И Пожирал Все Своё Чтоб Ты Сам Горел И Другого Этим Огнем Зажег Как Две Свечки Одна Другую И Ты Меньше Не Становишься Она Загорается И Так Все Загоралось Загоралось Как Пожар Огонь Все Поглощает И Такий Образ Про Закваску Кто Знает Как Она В Меру Муки Кладется И Заквашивает Все Потом Можно Хлебушек Печь Вот То же Самое Здесь Как Она Заквасится Мы Ничего Никто Не Хотим Делать Что Трепостить Да Лайкать Что Там Ничего Не Хотим Делать Начинать С Плеть Как Когда Там Дядя Степа Говорит Кто Он Не Есть А Когда Близкий Вы Знаете Трогает Когда Ваша Жизнь У Них На Глазах Да Мало Что Он Там По Интернету Он Сам Соответствует Тому Что Говорит Когда Вы Реальны Потому Что Мы В ответе За Тех Как Раз Кто Вот В поле Нашей Досягаемости Нашего Взора Нашей Руки Нашего Слуха Нашего Голоса Как Я Все Говорю Нашего Тела Дотянуться Можно Вот Кто В нашей Юрисдикции Кого Мы Должны В жизни Любить А Любить Значит Спасать Спасать Значит Возводить В небесное Царство Как Через Познание Истины И жизни По этой Истинной И дальше Эту Истину Передавать Вспомните Чем Заканчивается Евангелие От Марка Оно Так Удивительно Написано Как Знаете Есть Фильмы С Разными Концовками Вот Может Быть Такая Концовка Может Такая Порой Даже Снимают Несколько Фильмов С Разной Вариацией Концовки Вот Евангелие От Марка Было Прекрасно Показано Кто Хочет Более Подробно Я Уже Отсылку Дал На Моем Канале Евангелие От Марка Точно Также Послушайте Исхода События Первое Когда он Является В субботу Написано Его Видят Женщины Он Говорит Идите Ученикам Скажите Что Я Воскрес Они Что Написано Устрашились Пошли И Ничего Не Сказали Все Конец Тьма Поглотила Мир И Как будто Второй Вариант Я Даже В тексте У себя Разделил Кто Знает Ну Как и Библия Бумажная Там Просто Вот так Читается Я на два Столбика Сделал Чтобы Видно Это Было Это Как два Варианта Какой Исход Мог Быть У Евангелия Либо Такой И Все Тьма Точка И Ничего Нету Либо Второй Вариант По Воскресенье Воскресенье Иисус Опять Является Уже Другим Ученикам И Написано И Они И Говорят Дальше И Пошло 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 И Эта Дали В Бога Разбогатели Так Скажем Не в Бога Вернее А вот В эти Житницы Сокровищами Понабрали И все И убоялись И ничего Написано Никому Не сказали Все Христос Не воскрес Никто Об этом Не узнал Никто Не узнал О веганстве Никто Не узнал О любви К врагам Никто Не узнал О вечной Жизни Там Прекрасно Это Описано И Второй Вариант Как Действительно Все Пошла Закваска Он явился Они пошли Вот Там Конечно Потом Дальше В Марке Интересно Развитие Что они Несмотря на то Что они Говорят Никто Не верит Он Является Лукес При Дороге В Маус Вы помните Двум ученикам Они Опять Идут Рассказывать Сам Петр Никто Не верит Уже Эти Пришли Сказали И те Пришли Сказали Пока Иисус Им Опять Не верит Не явится И будет Укарять Укарял Им За неверие И упорство Там Перевод Синодальный Очень хороший Упертость В этом Неверие Все Привыкли Помнить Только Фому Не верующего Из Евангелия Атеана Там Есть Это Дополнение Как мы Знаем Что Вот Именно Матвея Этого Нет В Марке Нет Матвея Нет Луки Нет Ваня Там Из Дополнения Что Там Именно Там Были Все Кроме Луки Фомы А потом Еще С Фомой Это Случай Когда Вот Именно Уже Этим Иисус Является По Марку Мы Видим По Евангелию Укоряет Их В неверие И в упорстве Упертости Все Говорят Что Не верят Друг Друг Даже Эти Ученики Его Близкие Его Окружали Благодаря Иоанну Мы знаем Что В Марке Эта История Не Заканчивается Там Не Было Фомы Уже Про Фоми Одному Все Говорят Уже Все Видели Иисуса Нет Не Поверю Пока Сам Конечно Там Иногда И Фому Не зря Обеляют Немножко Тут Есть Свой Такой Ну Есть Такой И Действительно Фома Может быть И этим Руководствовался Мы Очень Любим Это Случай С Фомой В Отрицательном Контексте Подавать Что Он Просто Не Верил А Есть Конечно Такая Положительная Нотка Чувства У него Были Что Он Говорил Что Я Делал Не В том Что Я Не Верю На Словах А Что Я Хочу Убедиться Это Очень Важно Тоже Его Вера Она Не Верия Она Его Толкала Я Хочу Сам Видеть Я Хочу Увидеть Это Это Тоже Такой Все Не Зря Его Укоряют Все Есть В Сегодня Это Очень Актуально О Том О Чем Я Говорю Так Что Вот Такой Вот Мир И меч Пришел Принести Иисус Поэтому Это Очень Хорош Критерий Какие Соотношения С Близкими Когда Вы Живете Поистине Глядя Какая Была Жизнь Иисуса Он Говорит Что У вас Будет Жизнь Такая Ж Как У Меня Меня Гнали Будут Гнать И Меня Не Жизни И Мне Такой Каждый Почти Рассказывал Кто По Настоящему Приходил К Истине Все У Всех Очень Одинаково Было Это Действительно Так Поэтому И Дальнейшая Ваша Жизнь Вся Она До Конца Именно Так И Будет Может Только Измениться И Проповедовать А вы Будете Говорить Все Равно Будете В общении С Людям Все Время Упоминать Им Будет Неприятно Они Сами Будут Бежать Тьма Бежит От Света Не Бог Плохой Он Разделяет Солома Не Может Она Не Хочет К Огню Пробежаться Ей Страшно Она Трясется Она Сейчас Угорит Золото Наоборот Тянется В горнило Чтобы Быть Очищенным Самое Пекло Самое Сердцевина Солнце Чем Жарче Чем Все Примеси Сгорают И Золото Становится Совершенным Идеальным Блестящим Вот Так Это Очень Важно Все Понимать Так Что Это Очень Показатель По Вашим Отношениям Если Вы Утверждаете Что Ученики Христовы Кому Были Обращены Все Эти Речи Если У Якобы Все Хорошо С Не следуйте Его Путем Если За Ним Вы Не Исполняете Его Волей В Западе У вас Нет Любви К Вашим Же Собственным Родственникам Друзьям И Знакомых Если Вы Любили Их Вы Благовествовали Истину О Вечной Жизни Свободе Человека Между Выбором Добра И Зла Даже Перед Лицом Не Просто Страданий Скорбей Лишений Здоровья Материальных Вещей Свободы Типа Тюрьмы И Даже Самой Жизни Вот Но Избирая Эту Несмотря На Все Это По Свободи Сво Избирая Добро Любовь Вы Что Обретаете Полноту Благобытия Если Вы Любили Вы Быв Говорили Об Это Ну Прежде Все Конечно Живя Сами По Этой Истине А Если Вы Этого Не Делаете Вы Так Не Живете Чего Я Вам Всем От Всего Сердца Не Желаю Делаете Желаю Наоборот Чтобы Все Вы Благовествовали И Все Мы Тогда Очутимся В Небесном Царстве Любви Иисуса Христа В Полноте Любви Потому Что Сами Так Любим И Потому Что Там Окажется Много Тех Кого Мы Туда Приведем Которые Придут Туда Став Сами Такими И Дальше Кого Опять Заквашивать На этом У меня Все Всем Кому Нравится Мое Видео Не Забывайте Ставить Лайки Они Помогают Продвижению Видеоканала На Ютубе Подписывайтесь На Канал Кто Не Подписан Жмите На Колокольчик Чтобы Получать Уведомления Новых Видео Пишите Комментарии Я Все Читаю На Интересные Вопросы Какие Считаю Нужным И Как Считаю Нужным Отвечаю Все Тексты Которые Вы Видели Доступны На Моем Авторском Христианском Сайте Христолюб Точка Ру Ну Или Христолюб РФ